В связи с распадом сельских лесничеств на территории Асинского района осталось около 2,5 тысяч земельных участков, полностью покрытых зелёными насаждениями, с возрастом деревьев от 100 лет и более. При этом земли, на которых произоставят данные деревья, до настоящего времени числятся как земли сельхозхозяйственного назначения. Данный факт позволяет индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам под видом проведения миллиардных работ осуществлять бесконтрольную рубку зелёных насаждений с последующей реализацией неучтённой древесины по серым схемам, тем самым причиняя вред земле, окружающей среде, экологии, водным объектам, животному миру на территории Асинского района, которые не осуществляют компенсационные высадки зелёных насаждений и не выплачивают налоги за использование природных ресурсов. Кроме этого, на территории Асинского района при проведении лесотоксационных работ порядка 500 земельных участков не вошли в Государственный лесной фонд и не относятся к земельным участкам других категорий. Так называемые «белые пятна». На данных земельных участках индивидуальные предприниматели и юридические лица граждане ведут бесконтрольную рубку зелёных насаждений. Несмотря на проводимые совместно профилактические рейдовые мероприятия на территории Асинского района, правоохранительным органам не всегда удается привлечь к административной головной ответственности виновных лиц, осуществляющих незаконную рубку древесины. В связи с тем, что администрация Асинского района при отсутствии методики расчёта вреда зелёным насаждениям не может осуществить расчёт причинённого ущерба. Основная цель настоящего порядка – обеспечение экологической безопасности, повышение ответственности за сохранность зелёных насаждений, декриминализация в лесной отрасли, пополнение бюджета Асинского района. Принятие реализации решения об утверждении порядка рубки сноса зелёных насаждений на территории Асинского района и оплаты их компенсационно-восстановительной стоимости не потребуют дополнительных расходов из бюджета Асинского района. Ну, во-первых, попыток принять местоположение не было, это раз. Во-вторых, были попытки принять проект решения, но не доходило до райсовета, потому что он тормозился, я говорю, прямо главой района бывшего. А вот так же. Последняя попытка была в 2018 году, правильно я говорю? Поэтому не надо скрывать, надо всё откровенно говорить, почему. То есть, получается, у нас бывший глава района, да, препятствовал тому, чтобы пополнялся бюджет? Да, проект проходил все согласования, вплоть и за мы подписывали, все специалисты подписывали, но тормозился на столе. А скажите, вот, на ваш взгляд, объём ущерба, который принесен Асинскому району за последние пять лет, то есть, по-моему, по-моему, какие-то обсуждения? Ну, данный ущерб очень трудно. Я вам просто пример приведу. Значит, в 2018 году, значит, с совместно с сотрудниками полиции мы выезжали на проверочные мероприятия в район Чулы-Мугля, карьера Чулы-Мугля. Значит, там гражданин спилил 245 сосен. Самая маленькая была, 50 сантиметров в диаметре. Значит, правоохранительные органы мы передали материал, значит, решение они принять не могут, в связи с тем, что мы расчёт не можем подвести, провести. А, то есть, мы сейчас расчёт проведём? Да, то есть, суммы ущерба нет, значит, соответственно, реакции правоохранительных органов нет. Ну, а сколько таких вообще, как бы, делали? Вот, Чулы-Мугля, понятно, например, а сколько ещё, как у нас? Ну, на сегодняшний момент, то есть, там, где был лесной фонд, мы задерживали лес, там они привлечены к уголовной ответственности. Ну, порядка ещё 10. Люди на сегодняшний момент осуществляют рубку, за это никакой ответственности нет. Когда у нас будет расчёт, расчёт стоимости ущерба, значит, соответственно, люди будут нести за это ответственность. Во-первых, нам поздно предоставить 22-го штата, как я здесь. Значит, в прорезонке должны были утром скинуть замечание. Данили, не знаю, почему-то не пришло, но надо сказать. Я поясню, что проект планируется на очередную сессию, то есть, должен был быть на 13-й вынесен. У нас здесь требование администрации, мы видите, на внеочередную, поэтому вопрос направлен к 22-го числа. Есть предложение перенести этот вопрос с учётом поступивших замечаний на следующую, либо очередную, либо внеочередную сессию, в зависимости от того, насколько срочно это вопрос требует администрации. Я понимаю важную срочность, но вот делать мартышки вдруг, как бы, работал... Да, зачем? Прошу вам давать, наверное, до конца недели, да, рассмотрим на комиссии.